Субтитры создавал DimaTorzok Каждого говорить, кто вы, где родились, кто ваши отцы, деды, прадеды И так, глядишь бы, консультация так благополучно, хорошо прошла Все бы знакомились друг с другом, рассказали бы сказки И что ещё нам нужно бедным людям? Лишь бы, как мне говорили протестанты Америки, у нас всё должно развлекать Я говорю, как развлекать? А так, чтобы богослужение было таким интересным Мы стараемся сделать, что такое привносить различные элементы И этот принцип развлечения сейчас дошёл, знаете, до какой стадии? Например, в Германии в отдельных католических храмах Совершается так называемая месса дураков Или евхаристия дураков В чём её суть? Оказывается, верующие... Это ж какие верующие, сейчас увидите! В соответствующий день приходят в карнавальных одеждах, во всякой клоунаде, всё что угодно-то, так? И с гиками, с криками, с шутками и остротами толпой входит в храм во главе истерства со священником И затем начинается совершаться месса, но, опять-таки, проходит вся вот именно в таком духе, в таком стиле Пастор произносит слово, рассказывает разные анекдотики, шуточки, все хохочут, аплодисменты, когда очень удачная шутка у него Вот это место для дураков, то есть доходит, фактически, до прямых кощунств над тем, что, кажется, является Ну, в христианских, по крайней мере, в христианстве самым главным – это святая евхаристия Ну, что выше? Нет у нас ничего более, так сказать, святого И вот это вот святая, если хотите, святых, превращается в самое настоящее нашутовское представление Которое ведёт не кто иной, как пастор, а мы бы сказали пасты, данной общины Вот так Можно подумать, что это что-то такое, ну, какие-то сумасшедшие уже Интересное явление Католическая церковь официально осуждает это Но никаких мер не принимается Никаких На месте остаются эти же пасторы Продолжают те же самые клоунады И происходит настоящее кощунство над христианством Вообще, вы, наверное, знаете, что сейчас происходит, пожалуй, со времён первых трёх столетий Когда было страшное явление на христианство Подвергались просто физическому уничтожению, казням Сейчас Возобновляется Нечто, что, видимо, закончится, может быть, тем же самым Дело в том, что с каждым годом увеличивается количество Варварских буквально выступлений против христианства Которые сопровождаются кощунственными актами Против храмов, святынь, христианских символов Осквернением христианских святынь Креста особенно Во многих штатах Соединённых Штатов Запрещено вообще употреблять Крестное знамение И держать Библию в школах Что до этого было само собой разумеющимся И естественным Во время Выражусь нашим языком литургическим Вселенской панихиды Над погибшими в Америке Во время войны, по-моему Во Вьетнаме, кажется Ну, вообще, была памятная дата То департамент США Специально издал указание Чтобы ни в коем случае Во время этой панихиды Не произносилось имя Иисуса Христа Вы помните Христос был препятствием Христос остаётся препятствием Чему? Той жизни Которой пропитан этот мир Кстати На Афонету Происходят другие Очень интересные Интересные вещи Вы знаете В то время Как Идёт вот такая борьба Прямо уже открытая Которая всё нарастает С каждым днём Кстати Из года в год Статистика Вот этих варварских поступков По отношению к христианским святыням Увеличивается Причём процент Становится всё большим и больше И агрессивность Увеличивается Причём агрессивность Идёт сначала сверху Когда издаются соответствующие распоряжения И естественно народ Что такое народ? Помните, Христос сказал о народе Жалко мне народа Они как овцы Не имеющие пастыря Что говорят То основная масса И воспринимает То, что народ как-то не привык К рассуждению Он привык Вот Хвататься за моду Или за те указания Которые являются На данный момент Наиболее авторитетными И вот сейчас это происходит Мы видим Видим С очень большой степенью В то же время Если мы с вами Обратимся К Ватикану То здесь мы находим Удивительные вещи Просто удивительные Которые правда Начались ещё с Иоанна 23 Но которые сейчас Со вступлением На престол Франциско Папы Или как его зовут Франческо И так говорится Многие зовут его Которые не любят его Просто зовут его Берголью То есть по прежнему имени Когда он был кардиналом ещё Да Происходит Можно сказать Почти беспрецедентная Волна Причём волна Затрагивающая В выступлении самого Папы В выступлении его прилатов Работы комиссии Волна Волна обращения к еврейству К еврейскому Причём народу Народу Даже не иудеям Народу Причём в каком плане В том Что еврейский народ Представляет из себя Исключительное явление В мировой истории Кстати, вы знаете, что ещё Организаторы объединённых наций И вообще все международные конференции Которые занимались вопросами Международных отношений Ясно, категорически Заявляли, что Нельзя выделять ни один народ Ставить выше других Это есть фашизм Как мы видим Германии И тем не менее Несмотря на все эти вещи Ватикан сейчас Открыто Открыто Занимается этими Этим вещами Вот Я вам зачитаю Дары и призвания Божие Безвозвратны Говорится в заявлении Выпущенном 10 декабря 2015 года То есть в прошлом году Комиссии Ватикана По религиозным отношениям С евреями Даже не с аудеями Но одно дело с верованиями С религиями Это понятно Комиссия по отношению С буддистами, пожалуйста С мусульманами Иудеями нет Здесь нет Не иудеями Евреями Вот что интересно Обращает на себя внимание Да По отношению с евреями Который разъясняет документ Второго Ватиканского собора Ностра Этате Итак Как безошибочный признак прогресса В отношениях между католиками и евреями Этот ватиканский документ Был представлен на пресс-конференции Которые провели Кардинал Курт Кох Председатель комиссии По религиозным отношениям с евреями И раввин Давид Розен Из американского еврейского комитета Новый ватиканский документ указывает на еврейские корни Христианской веры И подчёркивает, что Бог сначала явил себя евреем И дальше цитата Поэтому церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев Имеющих единого с нами Бога Как способ, отличающийся от того Который применим по отношению к людям других религий И мировоззрений То есть, если в отношении других религий В религии мировоззрений Мы даже имеем не только право, но и обязанность Говорить о Христе То здесь Говорится о другом Документ поясняет Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа Как универсального искупителя Они имеют свою часть в спасении Потому что дары и призвания Божии безвозвратны То, как это может быть возможно Остаётся непостижимой тайной Кто читал Евангелие, тайны нет Остаётся непостижимой тайной Тайной божественного плана домостроительства спасения Дальше Христианин никогда не может быть антисемитом Особенно из-за еврейских корней христианства Розен Равин Приветствовал появление нового документа Он выразил удовлетворение ясным и недвусмысленным заявлением о том, что католики не должны участвовать в программируемых усилиях по обращению евреев к христианству Комиссия не рекомендовала католикам проводить работу, миссионерскую работу среди евреев Причина – мы веруем в одного Бога Вообще, вот эти вот заявления, они поражают чем? Своей какой-то нарочитостью Я понимаю, что, конечно, нельзя быть почему только антисемитом, а русофобом можно быть или нет? А ненавистникам китайцев, немцев, африканцев Что такое? В чём дело? Почему такое выделение? Вы слышите? Идёт потрясающая иудаизация Иудаизация христианства на Западе Возглавляет это Ватикан Которые сейчас просто поражают очень многими заявлениями в этом отношении Очень многими Я уже сказал, что даже миссионерская работа среди них не должна проводиться Потому что верят в одного и того же Бога Вы слышите, к чему мы идём? Я помню, когда Иоанн Павел II заявил, что мы вместе с иудеями встретим Второе пришествие Это было паразитно Как? Некоторые наивные думали, что значит, иудеи примут православие Или христианство примут, по крайней мере Да нет же! Оказывается, вот оказывается, что Что, оказывается, можно Можно Относиться к Христу Совершенно отрицательно Не принимать Его Рассматривать Христа как лже-мессию И в то же время утверждать Что кто это делает? Они верят в того же единого Бога Что и те, которые принимают Христа Как это можно? Вы слышали, что происходит? Причём из Ватикана Скажу вам так, что Папа Римский считается политиком номер один на Западе И учите потом, что католичество – это огромная сила в мире, в политике Так? И заявления Папы, поэтому, имеют огромнейшее значение для народа, населения всего мира Для вас не является, например, новостью, что с лёгкой или не знаю какой руки Ватиканских богословов Богословие уже, скажу так, межхристианское Или, если хотите, всехристианское Или, если хотите, экуменическое Как угодно Так? Вошёл термин, как само собой разумеющийся иудео-христианство Что это такое? Иудеев Христос лже-мессия Для христиан мессия иудейский – антихрист То есть, совершенно однозначные вещи И теперь соедините Как ошибался, оказывается, апостол Павел Ничего не понимал Когда говорил, какое общение света со тьмою, Христа с Филиаром и так далее Иудео-христианство Термин Ну, хорошо, тогда давайте скажем так Иудео-мусульманство Если уж говорить Мусульмане тоже признают Библию Не правда же? Да Этих заветных пророков Ну, да Почему не сказать тогда Мусульманство-христианство Тоже можно? Нет, этих термин не существует Существует только иудео-христианство Почему? Вы видите Идёт очень интересный процесс Процесс, я бы сказал В высшей степени серьёзный Процесс, финал которого Обозначен уже Был Ещё в предвидении Пророков и апостолов И очень многих святых Что в конце концов Да, будет царство Антихриста В котором Христос естественный из Назарета И Иисус Христос Уже будет отвергнут Будет признан другой Тот проволосит царством ОМОНы По священному преданию Церкви Антихрист будет из евреев Но дело даже не в этом Духом этим может быть заражён любой человек любой нации Иоанн Затауст Обличал своих слушателей народ Концентинополе Помните как? Иудействующие христиане Почему он так называл? Причина очень простая Очень простая Мамона Стала действительно Той главной ценностью Которой, как он видел Поклоняются его христиане Иудействующие Так вот Так вот, что происходит интересно Вы слышали нечто В 2010 Нет, наверное В 2014 году В Сан-Пауло был освящен храм Храм Соломона Называется Его называют храмом всех религий Всех религий Он обозначен там Местом, где будет возможно поклонение И прийти может человек к любой религии Но этот храм назван храмом Соломона Правда, интересно? Как это можно совместить? А если вы посмотрели на процессе освящения этого храма Куда собралась вся элита, кстати И в том числе и президент Бразилии Да, элита Интеллектуальная, финансовая, административная Так Все пришли И что же там мы видим? Торжественно несут Ковчег Завета Храм огромный на 10 тысяч человек Храм всех религий И вдруг Храм Соломона И вдруг Ковчег Завета Вот человек, который мыслит Он, естественно, хочет понять, как это совместить Как можно совместить Чтобы чисто религиозно иудейские Иудейские эти элементы Или, я бы сказал, основные положения И вдруг сочетаются с чем? С идеей всех религий Это же немыслимо Но обратите внимание Что сейчас происходит Начиная с Иоанна Павла II С 1986 года Когда он Организовал Конференцию Представителей Всех религий мира В Ассизе Эта конференция Проходила под эгидой Молитвы за мир Ну, кажется, ничего особенного Хорошо даже Если действительно устроение мира Упразднение Уничтожение всякой вражды межрелигиозной Очень хорошие вещи Действительно, которые можно только приветствовать И которые вполне соответствуют Христианским началам Но в данном-то случае Что происходит? Эти конференции проходят ежегодно Вот в этом году Опять была эта конференция На ней Так же, как и прежде В данном случае Был папа Франческо Патриарх Варфоломей Константопольский Архиепископ Контерберийский Главный родин Рима Представитель ислама Высокий И других религий Проходила конференция Это уже сейчас, в этом году Жажда на тему Жажда мира Диалог религий и культур Присутствовал более 500 представителей Как уже проходят эти конференции? Если в начале В 1986 году Это было просто собрание Собрание Которое призвано было, кажется, действительно Хорошие идеи Как-то нейтрализовать Любой антагонизм Межрелигиозный То уже потом Уже через несколько лет Уже В 2011 году Уже приглашают сюда атеисты Вы представляете? Интересно, какому Богу они молятся в мире Но приглашаются уже атеисты Теперь уже там все Представители Точнее, представители всех религий 500, видите, человек Причём очень любопытно Я не помню уже где-то на Западе Но находясь в каком-то католическом Католическом соборе Мне показывают Там открытый же престол Всё Говорят, что когда проходило вот здесь это моление То буддисты попросили закрыть этот престол С тем, чтобы они могли поставить сверху статую Будды И совершать свои медитации Это было сделано Происходит что? Это важно для нашего времени очень понять Понять это необходимо Происходит слияние Идёт процесс слияния всех религий В одно целое Вы знаете, что? Как это можно понять? Кажется, там разные догматические вещи Разные, кажется, истины Как понять? Очень просто Вот папа Франческо сейчас издал книгу Книга называется Называется Аморис летиция По латыни То есть, ну, летиция – это радость Аморис – радость любви Так? И вот по поводу По случаю этой книги Свою роду презентации, по-моему, этой книги Или в связи с этой книгой Но я видел ролик очень интересный Когда четыре представителя разных религий Мусульманство Буддизма Иудаизма Христианство Четыре человека Ведущие к каждому обращаются из них Как вы считаете Ваш Бог Ваш главной святыне Как Он по отношению к людям Кем Он является Один за другим Все четверо отвечают любовью Дальше картинка Эти все четверо сходятся Все берут четыре руки Да здравствует любовь О каких догматах вы хотите говорить? Вы что? Вот и всё! Вот он принцип! Вот она религия! Будем уважать друг друга Независимо от наших там Каких-то истин Любовь! Вот и всё! Мы все едины в этой любви Один Бог Он есть любовь! Правда, здорово! Христианство тоже говорит любовь! Вот эта идея Идея создания единой религии Она нисколько не противоречит Вот тому, о чём Как мы сейчас Сначала сказали А как же Разные же верования И как это может быть Единая религия Что это значит? Что это значит? Ну, вспомним Во времена Христа Фарисеев и Саддукеев Фарисеев всё признавали Я говорю Религиозная истина Саддукеи Не верили Ни в ангела То есть, в духовный мир Ни в душу Ни в душу Души нет у человека Ни в воскресенье То есть, ни в какую вечную жизнь Кто они были? Ясно? Атеисты Если нет никакого духовного мира Если нет у человека души Вспомните нашу атеистическую пропаганду Вспомните Если нет воскресенья То есть, никакой будущей жизни нет Значит, всё Значит, Бога нет И весь смысл жизни Всё божество Это жизнь Этот миг Но главное Атеизм полный Причём Вы обратили внимание Что в Синедрионе Они вместе заседали Христа осудили На смертную казнь Вместе Даже не было двух Синедрионов А один был То есть, здесь Религия, как таковая Была подчинена идеологии И что самое главное Саддукеи считались иудеями Вы понимаете? Они считали себя иудеями Не веря ни в Бога Ни в будущую жизнь Ни в какой духовный мир Вы знаете, что такое может Какую форму может принять иудаизм? Теперь понимаете Оказывается, можно быть иудеем Не веря ни во что Даже в Бога не веря Единые религии и будущее О ней писал отец Серафим Роуз Эта религия очень напоминает Вот это то Тот иудаизм, который был во времена Христа Одни верили во всё Другие ни во что Но вместе они были Были в одной религии Мы бы сказали В одной церкви Хотя это просто Неприменимо Но учтите, что Кагал – еврейское слово Экклесия Экклесия – греческое слово И церковь – русское слово Это одно и то же Только Разные звучания И смысл, естественно, разный Который мы вкладываем Вкладываем в это Так вот, видите, какая происходит Какая ситуация Оказывается, возможно, единая религия И под каким девизом? Вот он девиз Храм Соломона Ковчег Завета Человек может верить как угодно Как угодно Лишь бы он был обращён Ну, громкое слово, конечно, – любовь О любви тут трудно, конечно, говорить Ну, по крайней мере, не было антагонизма Не было вражды Нежелание, так сказать, уничтожать И притеснять других По крайней мере, да Дальше ты верь как угодно Это твоё дело Как угодно Не совсем так Есть одна религия Которая не вписывается В эту единую религию Христианство Христос не вписывается в это Или, или Или Христос действительно Бог Если действительно без Него нет Он есть истины И без Него нет никакой другой истины Или без Него действительно невозможно Подлинное познание Бога Иначе зачем было являться? Познание Бога только с Ним пришло Под познанием, разумеется, не интеллектуальное, умовое познание А познание, то есть единение Кстати, на библейском языке это надо знать Что слово познание, которое мы переводим как русское слово познание На еврейском языке это означало единение, единство Полное соединение Помните? Адам познал Еву Это единение Так вот, христианство Оказывается религией Которая не вписывается в это концепцию Всеобщего единства Я к чему это говорю? Не этим ли объясняется сейчас Вот такая усиливающаяся Вы знаете, причём с огромной Я бы сказал Скоростью усиливающаяся борьба с христианами Вы знаете, что каждые пять минут Слышите? Пять минут Погибает христианин В мире В разных странах В азиатских, в африканских Ну, а отчасти где-то в европейских, американских Каждые пять минут Каждые пять минут Вы слышите? О! Да, это христиане разных Разных конфессий Это католики в основном Протестанты, поскольку их миссии разбросаны по всему миру Да, но это не исключает всех конфессий Вот один из важных моментов Перед которых сейчас Мы стоим Когда Когда произносим слова Западные исповедания Ведь неформальная же сторона нам важна Ну, правда же Как одеваются Как облачаются Какие произносят слова Суть-то в чём Вот оно Что происходит В каком направлении идёт это западное христианство Совершенно очевидно Фактов огромное количество Идёт то, что можно было бы назвать Словом Мамонизация От слова мамона Мамонизация христианского сознания Обратите внимание Если вы могли обратить внимание На какие темы Сейчас происходят конференции Христианские конференции во всём мире Да уже мы можем смотреть даже и у нас На какие темы происходят Вы не найдёте, наверное Такой же церковной конференции Отдельные, локальные, может, где-то, я не знаю Ну, чтобы общецерковная конференция, например, прошла бы По проблемам, например, основные проблемы духовной жизни сегодня Проблема молитвы и богослужения В современной жизни Ну, нет, конечно Вот культура Вот спорт Это, конечно Политика Экономика Это, да Проблема экологии Это, конечно Я довольно часто привожу в пример Всемирную конференцию В Бангкоке Это было в 1973 году Которая проходила под девизом Спасение сегодня Замечательная тема Замечательная Наши представители были В советское время у нас была только одна комиссия Нам позволяли Наши представители приехали Их было двое На заседании комиссии И они докладывали Там было собрано порядка представителей трёхсот церквей Ну, на екуменическом языке А на самом деле на ассамблее собирается Тысяча, две, три тысячи, так сказать, человек О чём говорили? О спасении Кажется, от хороших вещей От голода Бедности Невежества Необразованности От несправедливости От засилий транснациональных корпораций Спасения от экологических Всяких взрывов Нарушений природы Только об одном Не говорилось О спасении души От страстей От грехов Там были представители этой конференции Не только наши Вы знаете, что во Всемирном совете церквей Эта конференция проходила под их эгидой Участвовали все православные церкви Все! Сейчас там не участвует только, по-моему, болгарская и грузинская А участвовали все! И поэтому, когда православные Вдруг кто-то Не знаю, да Поднял свой голос И сказал, что Христос пришел все-таки спасти нас Не от этих проблем А спасти человека От страстей, которые порождают все эти проблемы Да одна зависть только что делает Алчность что делает Ненависть что делает Вот он источник и корень Всех этих проблем, о которых вы говорите Ну, как нам передавали наши представители Я не назову их, потому что вы все их знаете Но не скажу, кто Когда только православные Намёк сделали на это На них посмотрели Как на древних динозавров Которые вдруг выползли Откуда они? Откуда? Что об этом говорить? Что за чужие? Какое спасение души? Сейчас недавно был проведён Во Франции опрос Где вы будете после смерти? Стопроцентный ответ В раю О каком спасении души может идти? Разве понятно? Все в раю будем В Америке подобный опрос показал результат такой 25% Назвали себя святыми Святыми Вы слышите, какова ситуация? Мы сейчас с вами говорим О самом корне Состояния Современного мира Вот оно что! Мы святы уже По крайней мере У нас нет проблем с нашей духовной жизнью У нас проблемы только эти Вот Проблемы мамоны Бывают хорошие Бывают плохие Неважно Но проблемы только земные Проблем души нет И в этом отношении Впереди Нас Как всегда Это было Идёт Запад И Возглавляет это Конечно же Ватикан Ватикан Который дойти до такого безумия Представьте, взять, например, и утвердить Что римский первосвященник Наместник Христа на земле И Когда он выступает как верховный пастырь и учитель Он обладает той же непогрешимостью, которой обладает церковь Спрашивает Откуда? Как это может быть? А никак Вот так Вот так И вот эта вот потрясающая, я бы сказал, не только настойчивость А это, я вам сказал, утверждение, которое было сопряжено с кровавыми вещами С войнами, с насилием В конце концов стало первейшим, главнейшим догматом Догматом католицизма Представьте себе Вот мы сидим все вместе Вдруг одного из нас избрали И ты тут же обладаешь уже всё Когда выступаешь как верховный пастырь Ты уже непогрешим Избрали, что ты самый святой? Нет А почему же? Вы слышите, что творится Все те, кто изучал историю католицизма А вы хоть немножко, но, наверное, касались Видели, чем она наполнена Что это папская непогрешимость Это мыльный пузырь То, что принимает один, тут же изменяет другой И вообще, это, в принципе, дикая вещь И вдруг это Это Оказывается, становится Становится почти ничем Кстати, не знаю, как вы изучали Это сравнительное богословие Но я 15 лет преподавал это И к своему удивлению обнаружил Что католическое вероучение По всем пунктам Исказило христианское учение О Боге О миссии Христа О Его догмате искупления Или спасения О грехе Что это такое? О спасении человека Чем оно достигается? Я вам скажу, это просто поразительно Когда смотришь, оказывается Всё не то Всё не так Само грехопадение человечества В совершенно воскажённом виде и свете представляется Я почему говорю об этом? Во-первых Учтите До второй половины XIX века Когда только начались переводы Святых отцов на русский язык Начались Вы скажете, до этого были? Кто был до этого? Ну да Был Исаак Сирин Ава Дорофей Кто-то такое То есть были чисто Исключительно духовного порядка Некоторые книги И очень немного Никаких богословских сочинений Не переводились Только со второй половины XIX века Это началось Когда четыре академии наши Московская, Петербургская, Киевская, Казанская Разделив между собою Начали переводы Действительно, как живая струя некая появилась Но я к чему говорю? Что очень многие положения Даже вероучения Даже вероучения Оказались под полным влиянием Прежде всего католического И затем и протестантского богословия Ну вот поставь кого-нибудь преподавать Он скажет Где? Дайте мне книжку Дайте книжки Где? Что? Давай, пожалуйста 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 Да, недаром я помню Хомяков Алексей Степанович О догматике митрополита Макария Сказал Провоняло с холастикой Очень, конечно, грубоватое выражение Но действительно Кстати, очень советую Если у кого-то вот есть интерес Посмотреть на суть расхождения Западных конфессий от православия Почитайте Хомякова Его записки о западных вероисповедных Это его письма Его письма Это второй том Вообще второй том Хомякова Он даст очень-очень многое нам Для понимания Западных исповеданий И основных искажений Какие там произошли Это поразительная умница Кстати, человек колоссальной эрудиции Настоящей веры Это действительно православнейший человек Человек был И великолепно знающий Знающий И то И другое Вот перед чем, друзья мои, мы стоим Оказывается Западное богословие А лучше сказать, что значит богословие Богословие говорить нечего Там уже всё, что угодно можно встретить Я неоднократно с изумлением С изумлением Оборачивался и смотрел Кто, что там выступает Совершеннейший протестант Оказывается Смотрю Католический епископ Что вы Уже сейчас Уже из уст Папы и Франциска Идёт защита Гомиков Уже Прямо катятся вовсю Действительно, это я вам скажу Беда Потому что Понимать люди не понимают И у нас очень многие же не знают А чем отличаются? А какая разница? Ну, там Папа, у нас Патриарх И какая разница? Они даже, конечно, не знают Их не осудишь Это надо только объяснять Взять хотя бы один пример Такой яркий пример Один хотя бы Взять Часой Великий умирает Как солнце Лицо его просияло А он ещё умоляет Умоляет Бог дать ему время на покаяние Макарий Великий говорит Ни часо же То есть никогда же Сотворил благое пред тобою Понимаете, видели Насколько они видели Состояние человеческое Отличается От того идеала От той нормы Которая называется Будьте совершенны Как Отец ваш Небесный Совершен есть Что у католиков видим? Прямое Не какой-нибудь Прямое Ну, скажу, догмат Что человек Христианин Имеет Может иметь И имеет заслуги Перед Богом Понятно? Заслуги Вот покрасил Крышу На храме Вот тебе заслуга А если построил храм Вообще не знаю А если принял монашество Сверх заслуги уже Сверх заслуги Вы слышите? Я обладаю заслугами Слышите? Кто я? Нет, я даже не буду думать Но я же чувствую До чего же я хорош Да мне уже и спасать нечего Меня только награждать теперь Я жду, когда же я буду принят Царство Божие Заслуги Ужас какой Николи же сотворих Благою пред тобою Это молится тот Какого называли Земным Богом Макария Великого А здесь заслуги Я просто привожу вам Иллюстрации А эти святые Эти Терезы Господи, какой ужас Во что они превратили Самое главное Христианское учение Высшую добродетель Любовь Которая как достигается Пишет Исаак Сирин Не может быть никакой у тебя любви Если ты прежде не искоренил страстей Из сердца своего А они что делают? Вот вам иллюстрацию приведу Из последней великой святой Которой названной Учителем Церкви Которой возвёл Возвёл ещё Ян Павел II Учителя Церкви Тереза Малая Или Тереза из Лизьё Я вам прочту И вы посмотрите Во что превратили они Духовную любовь Она пишет о себе О своей встрече со Христом Встрече со Христом Тереза Малая Которая скончалась Кстати, в 23 года Ещё и не было Это было лапзание любви Я чувствовал себя любимой И говорила Я люблю тебя И вверяю тебе Себя навеки Не было Ни прошений Ни борьбы Ни жертв Уже давно Иисус И маленькая Бедная Тереза Взглянув друг на друга Поняли всё Этот день Принёс не обмен взглядами О слияние Когда больше не было Двух И Тереза исчезла Словно капля воды Потерявшаяся В океанских глубинах Красиво? 23-летняя девчонка 20-летняя пишет Вся горит Где же мой любимый? И вот Оказывается Христос Ещё раз повторяю Исаак Силин пишет Невозможно Божественную любовь Человеке Если прежде он Не искоренил Всех страстей В душе своей Полные искажения Я вам скажу Поэтому наши святые Наши святые Просто один за другим Просто один за другим Резко осуждали Католицизм Просто резко Ну вот Хотя бы я Несколько приведу Вот Марк Эфетский Пишет Мы отторгли от себя латинин Не по какой иной причине Кроме той Что они Еретики Слышите С кем мы имеем дело? С кем мы Имеем дело Паисий Величковский Латинство Откололось От церкви И пало В бездну Ересей И заблуждений И лежит в них Без всякой надежды Восстановления Преподобный Паисий Величковский Игнатий Величининов Со времени Разлучения Этой церкви От восточной Она отпала В гибельную тьму Ересей И впала В прелесть Один за другим Один за другим Причём это не какие-то здоровые бабушки говорят А вы слышите, какие авторитеты Феофан Затворник Дух католичества Земной Церковь у них И по-ихнему Есть политическая корпорация Ух, как здорово! А в Росе Оптинске Даже не сомневался Что Римская церковь Давно уклонилась В ересь Иного видения Один за другим Говорят О ереси Вы слышите? О ереси А ни о чём-нибудь Это не просто Знаете ли, ну, разозлились Обиделись друг на друга Ну, повздорили Что-нибудь Чего только может не быть И не бывает Нет Ересь Что такое ересь? Что такое ересь? Это не просто ошибка Если вы сейчас начнёте Принимать экзамен У любой своей бабушки Так у вас Волосы станут на голове дымом Но это что такое ересь? Да они просто ничего не знают Ну, не знают и всё Соблуждаются Нет Ересь он называется То, когда человек Упорствует В том, что Осуждено Церковью Вот что такое ересь Примат Папа Осуждён Церковью В 789 году На соборе, на котором присутствовали Это Вселенский был собор Кстати, восьмой На котором присутствовали легаты Папы Был полностью отвергнут Примат Папы Как таковой Первый среди равных Но не над всеми Отвергнута была филиокве Вот с чем мы имеем дело Достоевский не сомневался, Фёдор Михайлович Что католицизм Это антихристианство Вот здесь я вам святых Зачитал, что они все называют ересь Достоевский говорит Это антихристианство Откуда? Помните, братья Карамазовы? Повесть о великом инквизиторе Великолепно показал Чем дышит католицизм? Иван Васильевич Киреевский Прямо называл Называл, говорил Что католицизм – это рационализм Это один рассудок И больше ничего То же самое утверждал Хомяков Юрий Фёдорович Самарин Прозорливо говорил Знаете что? Я с чего начал сегодня встречу Он что писал? Юрий Фёдорович Самарин Католицизм – это иудаизм в христианстве Как прозорливо он уже тогда писал и видел это Причём в данном случае он говорил не о каком-то внешней какой-то иудаизации Тогда этого не было ещё Он о другом говорил О том, как иудействие Внешний закон Вот эти предписания Все церковные установления Ну, закон! Именно закон Бесконечно преобладал над внутренней жизнью Так и в католицизме Всё расписано по полочкам Только о душе забыли Саму исповедь превратили во что? В отчёт Точнее даже не отчёт А судебное расследование По которому выносится соответствующее решение И только И больше ничего Протестантизм, я вам скажу Надо запомнить Это законно рождённые чадо католицизма Что спорили между собой и воевали Не удивляйтесь вы об этом Мы можем спорить по любым вопросам И тот факт, что протестанты отвергли Римского первосвященника, римского папу Это, конечно, было достаточно Более чем достаточно Чтобы началась уже война Сейчас ситуация совсем же другая В 2000 году совместная католическо-протестантская Католическо-лютеранская комиссия Всемирной Лютеранской Федерации Комиссия Наконец пришла Пришла к заключению О том Что мы находимся В едином теле церкви Которая осуществляется В святом крещении Признавая крещение друг у друга Мы тем самым признаём Единство Единство в церкви Конечно, эта декларация Очень-очень большая И там фактически Никакого единства нет Но идёт и игра Игра, которая очень нужна Нужна сейчас С точки зрения политической И эта политическая игра Идёт непрерывно Это, пожалуй, может быть Самое такое Важное Из того, что мне Хотелось Сказать Конечно, очень интересная Сейчас вышла книга Франческо О которой я вам помянул Основные положения Этой книги Да, очень интересные В общем, он как настоящий иезуит Пишет Пишет Двусмысленные фразы Которые можно понимать И так И сяк Но его заявление Сейчас уже Уже совершенно очевидна Его тенденция Тенденция его заявления Совершенно очевидна По крайней мере В вопросе В вопросе гомосексуализма Он явно уже Встал на защиту На защиту Этого явления Это уже очевидно То есть, идет уже Прямое отступление От Библии От Ветхого и Нового Завета Кстати, он уже объявил О том, что Создает комиссию По рассмотрению вопроса Учреждения В Римской Церкви Женского Диаконского служения Вот так Вообще, я думаю У нас бы Было бы очень здорово Диаконисы Посимпатичнее Да Иконостас Сплошной Красота Неописуемая Мне кажется Вот тогда уже Сразу можно сказать Конец света наступил Уже Всё У них-то хоть Открытый алтарь Но, всё равно Это учреждение Я как-то в одном месте Помню В Вене Смотрю Как раз Всё на лавочке Перед одним монастырём Католическим Смотрю Пробегает какая-то девица Но я не обратил внимания Потом думаю Да, я зайду Как начинается Богослужение там Вот смотрю Устроенными рядами Выходит два ряда монахов Потом Намвом Вдруг выходит Предстоятель их И эта молодая девчонка И начали петь Эти арии Да Вот так Да, ещё пока нет священства Верно Ещё нет даже Диаконса женского Но уже есть фактическое служение Фактическое Да Ну, правда Скажу вам Друзья Такое, что Я вам нарисовал Может быть Очень мрачную картину Но уж вы извините Там есть и положительные моменты Некоторые Всё-таки Человек – это образ Божий И есть люди Которые Решительно протестуют Против Вот того Характера развития Который происходит Прям пишут даже о том Что то, что мы имеем Это уже не церковь Запишут католики Даже Вот так Я сам лично был Однажды на одном заседании Вот не помню, где это Может быть, в Германии На одном заседании В женском Лютеранском монастыре В женском монастыре Вы же помните Что Лютер Решительно выбросил Сам он монах И женился на монашке И решительно всё это выбросил Никакого монашества Вот сейчас Заседал действительно Очень приличный Я вам скажу По уставу святого Бенедикта Живут И что больше всего поразило Я помню, что я разговариваю Да Я говорю Почему у вас священник – мужчина А не женщина Терпеть не могу Женщин – священница Это его мне заявило Вот так Да, даже священник у них Мужчина Так что, видите, с другой какая тенденция В то же время Душатый просит И кое-где эти ростки жизни Всё-таки пробивают Скажу вам так Что основная масса населения, конечно Там такая же Как у нас Как наши православные Знают православие Так они знают Католичество Точно так же они знают То есть Ничего не знают Идут по той По той дорожке стихийной Которая уже сложилась до них По ней и шествуют Как и у нас Так Вот так Крестить Венчать Отпевать Всё в порядке Трижды За свою жизнь В храме Что же ещё нужно Верующий человек Наша задача Встреча происходит Вовсе не в том Чтобы начали обсуждать В каком году В 56-м Или 57-м Вот это произошло 1500 Ещё не хватало Заниматься ерундой Да Эти вещи вы все читаете И знаете Лучше меня А вот вопросы по существу Надо рассматривать Потому что мы с вами встречаем Ну вот Первый И возможно Если не первый То последний раз Вот так И поэтому мне хотелось сказать О самом главном Самое главное С моей точки зрения Это идёт уже То, что говорят Омерщение Даже уже это слабо Даже это уже слабо Характеризует Идёт уже не омерщение Идёт о сатанении жизни А посмотрите только Что нам выплёвывает Телевидение Радио Рекламы Журналы После перестройки Когда-то я был на Западе Я помню В ужас приходил Боже мой Игумен Никон Воробьёв говорил Это величайшая милость Божия Что ещё существует Железный занавес Сломали 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 Теперь нет никакой границы Идеологической Между Западом И Россией И весь этот грязный поток Грязнейший Свободно течёт На наш народ И что? Вот эти мерзости Которые показывают Прям мерзости Которые показывают нам В огромном количестве О чём говорит? Ну подумайте Я всё время взываю И говорю Ну не может просто Порядочный человек Создавать такие вещи Просто порядочный Нравственный человек Ну не может он Скажет Противно Кто же тогда создаёт? Кто же тогда создаёт? И с какой целью создаёт? Он говорит Ну пора же подумать нам Неужели вы думаете Что это чёрные меса О которых мы слышим Читаем И в фильме надо добавить Что это есть сказки какие-то Да ничего подобного Идёт демонизация мира Антихрист будет Не просто против Христа А это будет Своего рода Воплощение дьявола В этом смысле Антипод Христа Если она дьявольщина Сатанизм Это станет основной стихией Жизни Жизни Человеческой Жизни всего мира Как такового И сам факт Дерево узнаётся по плодам И когда мы видим Что это всюду На Западе то же самое Вы не думайте То же самое Эти гадости Гадостями насыщают атмосферу О чём это говорит? Ещё раз повторяю Просто порядочный человек Ни в какого Бога не верящий Он даже не позволит себе Создавать такие Такие картины И питать ими людей Создают и питают Дерево узнаётся По плодам Ну ладно Отцы честны Да, извините Что уж я Так это много говорил Но Поскольку мы встречаемся Единственный раз То я уже решил Там кое-что сказать вам Ну а вы что-нибудь Скажите мне Какие у вас Пожалуйста Какие есть вопросы Вот, друг Каких затруднений Что-то вас Вас что-то такое Терзает Спрашивает Как относиться К тому или другому Пожалуйста Давайте Пока у нас есть возможность Поговорим об этом Пожалуйста Конечно Конечно Поговорили о процессе Который сейчас Происходит В мире Вот По поводу Православного собора Который был на Крике Был там принят документ Об отношении Со стороны христианским миром А мне кажется Что это тоже В контексте Вашей Лекции Получается Таким Крывком В сторону Происходит Со стороны христианского Православного Да Мне тоже кажется Да Очень хорошее Было сделано Заявление Заявление Русской православной церкви Зарубежной Зарубежной Очень хорошее Так что Откройте Почитайте Там все разобрано Прям по Что называется По полочкам И показана И вероучительная сторона Этого документа И конечно Страна вот эта Конечно Конечно Да Вы не удивляйтесь Слушайте Уже давным-давно Константинопольским патриархами Становятся масоны И таксакис Который тогда признал И англиканскую иерархию И всё на свете Это ещё 20-е годы Афиногор Который вдруг Демонстративно Снимает Анафему Это смешно Когда-то Анафема была Между православием И Римом Теперь-то Это ты Один Это демонстрация Ну что вы Происходят такие вещи Иерусалимского патриарха Отпевают То есть Стоит в храме Тело Вдруг приходят масоны И накрывают его своим Этим одеянием Никто не посмел Даже снять Этого одеяния Ну что вы Там же давно Это дело Происходит Так что Не удивляйтесь Нисколько Этому Это идёт И эта работа Работа же идёт Да Масонство Темой Сильно Сильно Что оно Берёт людей Из самых Из самых разных Кругов Из самых разных Национальностей Религий И всё такое И поэтому Всюду-всюду Действует Основной принцип Масонства Какой? Разнуждать Чтобы Взну Стать Ну Всё Посмотрите на экраны Верно Василий Ильич Вы знаете Интересный момент Масонство Это вообще-то По-большому Сектантская Конструкция Почему у нас Например Мы не изучаем Масонство Как сект Мы даже Об этом Говорить не можем То есть Если кто-то Например В воскресной школе Начнёт говорить Масонство Ну у него Начнётся Серьёзная проблема Ну да И мы его не защитим Конечно Второй момент Мы Мы сейчас не можем Катариков Ферти Как это назвать Так Если честно Не запретили Ну не запретили Но существует Как бы Какое-то Негласное Правило Или может Гласное Не знаю Ну в общем Уже сейчас Мы Вынуждены В какой-то Политкорректности Вот Находиться Ну не знаю Вы знаете Вот я помню Я же Недавно Окончил Академию Нашу И вот Наши преподаватели Никогда не употребляли Даже слово Атеизм Вдруг меня назначают Я молодой Горячий Выписываю Журнал наука Религия На вопрос Философии И давай Крыть Атеизм Ни разу У меня не было Сделано Замечание Могли бы сказать Ректору Укротите Этого мальчишку Нет Что не преподавали Наши преподаватели Эти старые преподаватели Я понимаю Обжёгся На молоке На воду будешь Тут Мы часто просто У боявшейся страха И держа не без страх Нельзя конечно Быть оголтелым Каким-то Это конечно Это ерунда тоже Но мы должны Вещи называть Своими именами Почему же не назвать Ну надо опять-таки Смотреть только Когда можно Когда нельзя Это конечно Но очень часто Вот я вам Вот пример На личном примере Мне никто Сколько лет Уж я преподаю С 65-го года Никогда А ведь могли бы Тут же органы же Есть же Кругом Сейчас слушают Нет Я критикую Атеизм Доказываю Противоположное Нет Никто никогда Ничего не сказал Оказывается Можно было Но их Я понимаю Они перенесли На своих глазах Эти ужасы Преследования И действительно Боялись Да Это верно Так и здесь То же самое То же самое Конечно Да Литература Это же конечно Есть Масонство Имеет своей Тайной целью Уничтожение Христианства Но не других Религий Вот что Интересное Причём это я читаю В книжке Светской Из пережитого В чужих краях У нас в академии Эта книжка Даже есть Она Из одного нашего Который долго жил Он иммигрант Или Может наш Не знаю кто Наш разведчик Не знаю Во Франции И вот он написал книгу Из пережитого В чужих краях И там Там у него есть Прям глава Вольные каменщики Я помню Открыл Русская церковь За границей И он в этих главах Прям пишет Очень интересные вещи Что как масоны Даже вот это Имко пресс Издательство Как они поступали Они говорят На первых порах Они несколько Да Дают как бы Пожалуйста И тут же В этих же книгах Которые кажутся Богословская литература Как хорошо Имко пресс И тут же Вставляют В свои статейки И статьи Да Которые Которые работают На них Это же имко пресс Я помню Антисоветская такая же Господи Такое издательство было Но вот они так ловко И включали Антисоветские вещи И наихорошие Богословские статьи Вот И издавали Некоторые богословские Даже труды Да Но это же Издательство их Они Это же умные люди Они дураки Нельзя же все время Это только вот Против 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 Нет Нет Мы За 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 Понятно Встреча нашего Патриарха С Патриархиевским Понтификам Прокомментируйте Пожалуйста Есть у вас Почти Ну а Что здесь Особенно Говорить Ну вы видите Что Было это Объявлено Как Встреча Ради Страдающих Там На Ближнем Востоке Украине Ну и что Встреча После этого Как Страдающих Но эти вопросы решает же политический, конечно, деятель А не церковные же Вот Ну а в отношении, конечно, что самой встречи О ней говорил уже давно Но еще в каком-то 14-м году Говорил митрополит Филарет Минский Я помню, было опубликовано это в сибирской католической газетке Тогда это Да, это очень интересно было Он говорил, что это будет огромным шагом, огромным прорывом В наших отношениях Я не знаю, что эта встреча дают нашей церкви Я просто не знаю Он даже проходил в закрытом режиме Что? В закрытом В информации мы не знаем Нет, нет Нет, ну не важно Мы не знаем Я говорю, а что нашей церкви? Что нам нужно? От католиков Для нашей церкви Церковь – это что значит? Это инструмент спасения Вот что такое церковь Все прочее – это второстепенное Задача церкви – спасение От чего? От нашего духовного состояния негодного И в данном случае не важно Даже во внешнем, в каком угодно Что нам даёт эта встреча? Я лично теряюсь в догадках Но для католиков это большой прорыв Потому что тысячу лет они пытались Пытались с русским встретиться С патриархом Да И, наконец, эта встреча состоялась Вот так Моё отношение к католицизму, вы знаете Хотя я сам многократно участвовал во встречах с католиками С католиками Даже предлагал им некоторые идеи От которых они отказывались категорически Вот так Мы от них не можем получить Чего-то по существу Такого полезного Потому что они заражены духом Я вам говорю ещё раз Духом мамоны Ну, секулярным, я бы с ней думать Что это просто богатство Речь идёт не о богатстве в данном случае Они заражены интересами Исключительно внешнего порядка Вот это идея господства Это идея власти Над всем христианским миром А эти, возможно, и дальше Конечно Дело в том, что потом Патриарх же давал интервью И он сказал Да, могут быть ещё и вторая, и третья встреча То есть Что это вызывает нестроение в нашей народной среде В нашей верующей среде Это бесспорно, конечно Сколько было реакций Реакций на эту встречу Это бесспорно И вопрос в том Стоит ли это одно другого Это действительно по существу вопроса Одного только не знаю Что это Что нужно нашей церкви От Рима Интересно, может ли кто ответить Что Рим может поделиться Поделиться о том, как можно вести Не знаю что Может быть, мы хотим обратить Обратить Да Сделать так, чтобы они православными все сказали Это очень-очень хорошая идея Это очень хорошая идея, скажу Как волк ягнёнка обратил Мы моська Перед слоном Католицизм – это слон Два миллиарда Сотни Университетов Монастырей У них только почти Шесть тысяч, по-моему, архиереев Что вы? Кто мы? Так, поэтому папу нам нужно обратить Что? Папа обратить Веков Да И папа Да Папа Да Это вообще чудо Да Которое даже Во веки веков Да Об обращении речь даже не может идти Я однажды читал лекцию Однажды вдруг мне звонят Сеич, вот тут католики приехали Просят вас прийти прочитать лекцию Католики Я говорю, ну здорово Я прихожу Делегацию возлагает мой знакомый иезуит Извините, у меня знакомые какие Так Все Я читаю лекцию Отвечаю на вопросы Кончается лекция Ну, все как Все, все по-хорошему, нормально Так Этот мой знакомый иезуит говорит Алексей Ильич Я постоянно Когда я езжу в машину Слушаю ваши лекции И я все больше и больше убеждаюсь В истинности католицизма И заус смотрит на меня Сверкает глазами Я говорю, ну это блестяще Да Они, да Он иезуит И они изучают все И они, конечно, знают Это мою антикатолическую полемику Да Но в данном случае Если мы не будем рассуждать Не будем сравнивать То во что мы превратимся тогда? Это уже будет не толерантность Толерантность Отсутствие толерантности Когда я начинаю вызывать вражду католикам Вот это да Это нехорошо Я считаю, что это грех С христианской точки зрения А сравнивать учения И что ж, тогда мы и скажем Ничего не можем и сказать Против учения, которые говорят Бога нет, да? Тоже нельзя Вообще ничего нельзя Нельзя иметь убеждение, значит И говорить о своем убеждении нельзя Это что такое? Вот Так что видите, какой молодец У него диски мои Лекции Слушает И все больше убеждается В истинности католицизма Вот так Так Отцы честные Если Мало того, что в этой Голландской депрессии Там прописано, что осуждается всякий празелитизм То есть мы уж как бы не имеем права, по сути Празелитизм осуждается То есть обратить мы не можем И они нас не будут Ой Что такое празелитизм? Я просто по-хорошему буду говорить с католиками И обращу его к православию Это празелитизм или нет? Что такое празелитизм? Это когда создание целых Я бы сказал, ну что ли, какой-то системы Направленной на это Да Когда специальные открытые проповеди Так сказать, направленные, причем Не как-нибудь А именно Носящие характер уже Антагонистические и так далее Вот Это действительно Да Нет, это просто Это просто До того смешно Я читал один, что Это для того, чтобы обратить Папу в православие Да Папу иезуит обратить в православие Это изумительно просто Нужно было быть, не знаю каким человеком Просто святым Чтобы так мыслить Да Никогда мы не обратим Не обратим человека Можно Как? Интересующегося Это да Ответить на его вопросы Можно Показать Показать неверность чего-то Можно И нужно Обязательно Вот Это нужно Это единственное Что Можем мы И должны Делать А вот У нас Тут возникла Дискуссия Буквально Чтобы не закончились По поводу телегонии По поводу памяти воды Вот То, что Вода запоминает информацию Мат Все такое Вот Вы что-то можете По этому поводу сказать То есть Вот В целом Получается так, что На протяжении Последних 15 лет Разные источники Церковные Утверждают Что у нас И вода запоминает Информацию И телегония существует И теперь Когда все привыкли К этой мысли Вдруг выясняется Что все это ереси Что это все не так И так далее Я тоже так думаю Что это не так Мы склонны Часто Да Это Это делать Телегония Да В лавре книжка Подается вот здесь Я купил В нашем магазине Там целый епископ Написал книгу Промат И там Войдется Один к одному Утверждает Что Ох Да Беда нашего времени Мы хватаемся За все Что кричит Пищит Сверкает И так далее А это нечто Все-таки Такое необычное Да Я отношусь К этому Можно сказать Отрицательное Если хотите Сдержанное Это в лучшем случае Даже отрицательное Дело в том Что одно Дело Что относится К животным Насчет Телегония И другое дело И другое дело Человеку У животных Да Это уже Замечено Замечено Но у человека Оказывается Все-таки Другое существо Не совсем Животное Не совсем Да Хотя и очень много У него этого Человек во многом Отличается И в частности Вот это вот Явление Как раз Как раз Пока фактически Фактически Не 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 доказано Не показано С человеком Все ссылается На животных Извините Недаром Римляне говорили Квот лицит йови Нон лицит бови Что позволено Юпитеру То не позволено Быку В данном случае Только наоборот Сказать надо Сказать Квот лицит бови Нон лицит йови Вот так Так что Я отношусь к этому Отрицательно Так Алексей Ильич А как относитесь Так называемым Современным Афонским старцам? Они очень разные Очень разные Афонские старцы Есть, например Вот одного Недавно я прочитал Я просто был потрясён Что это прям Великий древний святой Просто изумительный Иосиф, но не Исихаст Иосиф Ватопецкий Я просто был поражён Святой человек А Иосиф Исихаст Уже вызывает Странное впечатление Помните Как он описывает Иосиф Исихаст К нему пришёл Какой-то знакомый У него в келье Так он оставил его ночевать У себя в келье И вдруг слышит Как кто-то кричит От ужаса Говорит Ну я-то понял Я вбегаю к нему Он говорит Мне страшно Я не могу Это дьявол Пришёл Я в ужасе Я говорю Не бойся Это мои Это мои бесы Ты не беспокойся Да Но он говорит Я не могу Нет, уведи меня Я его увёл в скит Там Анны Ну название скита Так Сам остался И я погрузился в молитву И вдруг слышу Кто-то скрипнул дверь И входит Ну я думал Он называет кого-то Потом смотрю Нет Снизу начинает меня Начинает раздражать Мои органы Я понял Это пришёл без блуда Я вскочил Бросился на него Он от меня Я бросился И у него была Это он как свинья Как шерсть Как кожа свиньи Такое Так Ощутил И Если до этого Меня Я забыл Семь или восемь лет Он боролся безуспешно С духом блуда Всё С этого момента Я почувствовал Полное бесстрастие Как новорождённого Младенца Это Иосиф Иосиф не Ватапецкий А Исихаст Исихаст Это совсем другой Совсем другой И здесь Это же Иосиф Исихаст Пишет Как он себя бьёт палкой Как он страдает До изнеможения То есть Описывает свои подвиги И вы знаете Извините Но Как-то я не встречал Чтобы святые отцы Говорили О своих подвигах Сами О своих истязаниях Здесь он так Свободно Это всё описывает Я просто удивился И потом Это явление Что он даже схватил его Кто-то у него вырвался Что у него спина Как это Волосы Как у свиньи И так далее Всё это очень вызывает Очень большие вопросы Знаете Это Это Очень Такое Мы должны относиться С рассуждением Друзья мои Часто Вы знаете Что Произносят Афон И мы падаем в обморок Нет Разные там люди Разные люди Очень разные Есть вот этот Иосиф Отапецкий Это прям действительно Великий святой Или хотя бы Ефрем Мараитис Который Который Уехал он потом В Америку Там основал Несколько монастырей Как он Как он хорошо пишет Да О необходимости борьбы Со страстями О молитве Неправильны И возьмите напротив Порфирия Кавса Калевита Который пишет Не боритесь со страстями Не молитесь Просто поразительные вещи Чёрным по белому Вот поэтому Наше время Друзья мои Особенно нужно быть Осторожно внимательно У нас есть критерии 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 Бесспорные Бесспорные Отцы Святые Подвижники Бесспорные Которые И поэтому Всё новое Нужно оценивать Вот с точки зрения Их опыта Их характеристик Их учения А не просто так Как протестанты Новенькое Что такое новое? Принципы духовной жизни Едины Как таблица умножения И бесспорны Так что нужно быть Очень осторожным Друзья мои Нельзя У нас есть бесспорные Святые Их надо читать И по ним Надо оценивать Их великолепно Изложил Передал Передал Проверив На собственном Даже опыте Если я вам скажу Это Игнатия Блинчинина Это действительно Бесценное сокровище Для каждого Искателя Духовной жизни Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok